Его сказки знают миллионы детей. Его работы послужили основой для декларации прав ребенка. Подвиг, который он совершил, помнят во всем мире. Но знаете ли вы, что великий педагог Януш Корчак начал свой путь в Россию? Хенрик Гольшмитт – вот настоящее имя Януша Корчака. Он родился в 1878 году в Варшаве, в столице царства Польского. Тогда это часть Российской империи. На улицах мальчик часто сталкивался с беспризорниками. Судьба их была тяжела. Голод, побои, болезни, высокая детская смертность. Уже тогда он задался вопросом, как сделать так, чтобы в мире не было несчастных детей. После окончания гимназии, кстати, обучение там шло на русском языке, Корчак решает стать педиатром. Но в 1905 году начинается русско-японская война, и Януш идет служить врачом в русскую армию. Позднее он в этом же статусе отправится и на поля Первой мировой. Между войнами Корчак создает свой знаменитый дом-сирот. Он кардинально отличается от мрачных детских домов того времени. Это настоящая республика с самоуправлением, есть и парламент, и суд. Но самое главное, там соблюдается права ребенка. Право на тайну, право на уважение, право на ошибку, право быть самим собой. После захвата Варшавы нацистами в 1939 году Корчик со своими воспитанниками попадает в гетто. Польские подпольщики предлагают Корчику бежать. Делают для него документы, но он отказывается. Он не может оставить своих детей. 6 августа 1942 года 200 детей прошли маршем по варшавскому гетто. Во главе колонны шел Корчик с больной девочкой на руках. На следующий день все они погибли в газовых камерах концлагеря Треблинка. Последние минуты жизни Корчик держал на руках двух самых маленьких детей, которым рассказывал сказку. Всю свою жизнь Корчик посвятил детям. Как любить ребенка? Именно так называется самая главная книга Корчика, которая и по сей день занимает особое место в педагогике. Это был Розыск. Проект для тех, кто в поиске знаний. Жми «Мне нравится». Хочешь больше? Переходи по ссылке в описании.